Сейчас у нас будет перекличка небольшая с городами и районами, где ведутся боевые действия активные. Первая на связи Елизавета Кротик, корреспондентка из Николаева, далее Алена Грамова, корреспондентка из Донецкой области, и Анастасия Волкова, наша корреспондентка в Луганской области. Уже всех вижу и сейчас услышим. Давайте начнем тогда с Елизаветы. Елизавета, оперативная ситуация в городе Николаеве, юг Украины. Мы обсуждали с военными экспертами планы военно-политического руководства страны. А ты расскажи, что сейчас происходит непосредственно на земле, как говорят. Ну сейчас в городе относительно спокойно, хотя ночью российские войска обстреляли область города, Николаевскую область, именно Нечаевскую громаду. Там за такой предварительной информацией знаем, что погиб один мужчина, он погиб на месте. Одна из ракет прилетела ему в дом. И именно в этой громаде повреждены много жилых домов. Также сельскохозяйственное такое предприятие, автомобили людей. И вот и сейчас там на месте работают специальные спецслужбы и пытаются выяснить, есть ли еще пострадавшие. Вчера российские войска обстреляли именно город. Вы сейчас на кадре можете видеть кадры с места обстрела. Именно это дом культуры Николаевской области города, один из домов культуры. И там повреждения значительные, 80% этого дома культуры разрушено. Директор этого заведения рассказал нам, что это здание уже не подлежит ремонту и придется после нашей победы, после окончания войны полностью сносить помещение и строить новое. Там как и внешние стены полностью повреждены, так и внутренние залы. Много музыкальных инструментов, костюмов, декораций. Все повреждено, там был такой масштабный пожар и все сгорело. Также вчера ракеты прилетали и в частные дома, в жилые кварталы. Нам удалось пообщаться и с жителями этих домов. Они рассказывали, что слышали очень сильные, мощные взрывы. И было ощущение, что ракеты прилетели именно в многоэтажку. Но, к счастью, одна из ракет попала возле дома. К счастью, как я уже сказала, именно в следствии обстрела этого жилого района нету погибших. И вот удалось пообщаться и с местным жителем. Давайте послушаем, что он говорит. Прилетела возле дома, повыносила опять очередной раз, повыносила уже пленку, не стекла, уже пленку повыносила, повыносила и штапики повырывала. Не успеваешь пленкой заделывать, боишься. От сирены до сирены приходишь, направляешь, чтобы хотя бы погодные условия не повредили дом. Но после сегодняшнего прилета очень страшно находиться здесь. Очень, очень. Мы будем эвакуировать бабушку. Скорее всего, будем эвакуировать и отсюда вывозить. Следует сказать, как мы уже услышали от этого мужчины, что действительно этот дом, в частности этот район, обстреливают уже третий раз. И вот местные жители говорят, что уже невыносимо находиться в этом доме. Будут эвакуироваться в более безопасные районы города. Насчет обстрела дома культуры, я так скажу, что вчера была информация, что нет вообще вследствие этих обстрелов вчерашних, нет ни погибших, ни тех, кто зазнал каких-то повреждений. Но вот сегодня мэр города Александр Сентевич в эфире одного из медиа-центров сказал, что вследствие обстрела именно этого дома культуры, три человека получили повреждения. Это охранник, еще один сотрудник этого дома культуры и также человек гражданский, который находился в момент взрыва именно внутри. Ну и действительно еще раз скажу, что дом культуры, местный этот дом культуры, таких значительных повреждений я знала. И там дом, само это здание полностью разрушено. Ну как я уже говорила, сейчас действительно в городе, к счастью, спокойно. Было ночью несколько воздушных тревог, но именно в городе звуков взрывов не было слышно. На эту минуту у меня все, Алексей, передаю слово тебе. Да, но у меня один короткий вопрос к тебе есть. А сколько сейчас людей остается в Николаеве? Известно ли количество, сколько жителей есть в областном центре сейчас? Ровно половина, так говорит местная власть, потому что количество людей постоянно меняется. Вот, к примеру, сегодня я была на съемке и видела процесс эвакуации местных жителей в другие города страны, а также за границу. И вот сегодня с помощью Красного Креста эвакуировалось 37 жителей Николаева и области. Там были также и жители Снегуривки. Это сейчас временно оккупированная территория. И вот разные жители разных районов города и области и самого города эвакуировались. И вот постоянно кто-то возвращается, кто-то наоборот уезжает. Поэтому количество меняется каждый день. Но местная власть говорит, что ровно половина сейчас местных жителей остается в городе. Спасибо, Лиза. Не будем тебя задерживать. Ждем твои репортажи, чтобы опубликовать их как можно быстрее в нашем телеграм-канале Freedom, также UATV и на YouTube странице нашего марафона в интернете. Лиза из Николаева к нам включалась. И она там работает. Елизавета Кротик, наша корреспондентка. А сейчас даю слово Алене Грамовой. Она в Донецкой области. Ален, вижу, ты в полной экипировке стоишь. Где ты находишься и почему ты сейчас прямо в бронежилете и в каске? Что происходит у тебя за спиной? Расскажи, пожалуйста. Здравствуй, Алексей. Ну, тут я нахожусь в Бахмуте. И на самом деле в этом городе без экипировки находиться уже нельзя. Это небезопасно. Город обстреливается каждый день. Мы находимся на месте свежего утреннего обстрела. Вот по эту сторону возле меня находится большая воронка. Позади жилой дом, который уже... Жильцы этого дома уже дважды пострадали за последние три дня. Потому что три дня назад буквально ракетными ударами, которые были нанесены вблизи этого дома, обратная сторона дома без окон, без балконов. И вот сегодня в 7 часов утра приблизительно, как нам сказали, еще один предварительно, знаем, операционный удар. Один из четырех за сегодняшнее утро. И вновь жильцы ликвидируют последствия обстрела. Предварительно знаем, что нет пострадавших. Лишь небольшие травмы люди получили от вылетающих стекол из окон. Ну, а больше глобально никто не пострадал. И все, кто хотели, отправились в больницу для того, чтобы получить помощь медиков. На самом деле, мы сегодня проехали очень много с нашей съемочной группой. Мы сегодня побывали и в городе Селидово Донецкой области. Объясню почему. Потому что сейчас вот в городе, вообще в регионе в целом проходит глобально массовая эвакуация. Как никогда она актуальна, особенно в тех городах, которые в последние дни массировано попадают под обстрелы. Сейчас имею в виду город Славянск, который уже 7 дней подряд обстреливается. Лишь сегодня пока в затишье. Это не говорит о том, что нет планов на обстрел города у российской армии. Со слов главы военной администрации Вадима Ляха, 15 человек погибло с начала полномасштабного вторжения. Почти семь десятков получили ранения. Вчера мы знаем о двух погибших. И, собственно, здесь проходит активно очень массовая эвакуация. Буквально на следующий день после массированных обстрелов мы поехали для того, чтобы пообщаться с людьми. Что все-таки вот настал тот момент, когда они собирают самые необходимые вещи, берут своих детей и выезжают. И на тот момент мы знали о 85 записавшихся на эвакуацию. Вчера у меня уже была информация о двух сотнях. И на сегодняшний день, то есть сегодня мы знаем, что сегодня планировали покинуть город более трех сотен мирных жителей. Расскажу теперь о Селитово, почему начала рассказывать. Дело в том, что этот город уже около трех раз подвергался обстрелам. Однако сюда еще с начала полномасштабного вторжения привозили людей. Привозили их из населенных пунктов вблизи линии соприкосновения. Это и Донецкое направление, и Бахмутка, и Карловка. Вот там, где активные боевые действия начались с первых дней. И в основном этим занимались наши украинские военнослужащие. Они помогали людям, привозили раненых, стариков. Потому что таких населенных пунктов мы знаем прекрасно, Алексей. Ну, львиная доля все-таки людей проживала пенсионного возраста. Молодежь еще в 14-15 покидала эти населенные пункты. И вот там местные власти, благодаря волонтерам, благодаря международным организациям, и самое приятное, простым обычным жителям этой общины взяли вот такое, реанимировали старое помещение трехэтажное и сделали общежитие для переселенцев, именно для тех стариков, которые не видят смысла покидать регион, уезжать в другие регионы Донецкой области, хотят быть ближе к дому. Там провели все коммуникации. Люди приносили вещи, приносили бытовую технику. Там есть укрытие. И вот именно там я вновь познакомилась с теми, кто уже не первый месяц страдает от российской агрессии. Прошу послушать одну из... Одну из женщин, с которой мне удалось пообщаться, что она пережила и кому она на сегодняшний день очень благодарна. Через 10-15 шли солдаты. Я позвала солдаты. Но они нам помогали. Если бы я, не я, мы бы не выжили. Нам бы не выжили. Елена Николаевна, скажите, пожалуйста, по дому скучаются? Я что? Я всю жизнь там прожила. А так нам бы без них не выжить. Куда-то. Все это время у меня была возможность с ней пообщаться несколько минут. Все это время она говорила слова благодарности украинским военнослужащим, потому что после очередного обстрела женщина была ранена в бедро. И на самом деле медиков не было в тот момент. И помощь оказали именно украинские военные. В целом, по статистике расскажу. 13 населенных пунктов за минувшие сутки оказались под обстрелами российской армии. У нас погибло 5 мирных жителей. 23 удара из различного вооружения российские войска нанесли по городам Донецкой области. Ну и вот ликвидацию последствий, в том числе и утреннего удара Бахмута, вы сейчас видите. Сами местные жители ликвидируют. Оставшись без балконов, без окон, сами занимаются, зашивают окна и приводят в порядок свое жилье. Алексей, мы следим за ситуацией дальше. Вот сейчас нахожусь в Бахмуте, где окажемся завтра, обязательно вам расскажу. Алена, один короткий вопрос тоже. Но люди-то хотят уезжать, появляется желание уехать? Или все так же многие опасаются, куда ехать, что будет с ними? Разъясняют ли эти волонтеры, о которых ты сейчас говорила, путь дальнейший? Что делать, если есть желание уехать? Куда идти? И что этих людей ждет на новых местах? Конечно, это делают и волонтеры, это делают и местные власти. Если говорить о славянске, то позавчера в Адемлях подошел к людям и сказал, вы делаете правильно, вы вывозите детей. Потому что в момент той эвакуации мы увидели порядка 40% это дети. И мы сами проводим такие разговоры и говорим о том, что понятно, тяжело бросать свой дом. Понятно, ты не видишь, наверное, будущего, пока ты просто куда-то не попадешь. Но, однако, это необходимо делать ради своей жизни, жизни детей. Да, сейчас люди к этому относятся уже посерьезней. Они понимают, что они вот... Ну, вот мы общаемся, спрашиваем, а какие вещи вы с собой взяли? Они говорят, самое необходимое. Нам не нужно ничего. Нам самое главное сохранить свои жизни и не калечить своих детей. Такая же ситуация сегодня была и в Селидово. Мы общались с мамой троих детей. Она сказала, что когда мои дети стали забиваться в угол от обстрелов, от того, что они слышат, я подумала, что я хоть пешком готова теперь убежать из этого населенного пункта. Поэтому, конечно, люди эвакуируются. Такая же ситуация с активностью эвакуации и в Бахмуте. А я напомню, что это и Славянск, и Бахмут – это те города, которые обстреливаются ежедневно. Знаем, наблюдаем. Благодаря твоей работе, Алена, спасибо за включение. Из Бахмута, из Донбасса, Алена Грамова, наша специальная корреспондентка. Там и следующее слово хочу дать. Анастасия Волкова, тоже моя коллега, она занимается Луганской областью. Настя, какая у тебя ситуация сейчас после заявлений насчет Лисичанска? Ну, Алексей, в Лисичанске сегодня ситуация довольно-таки тяжелая. После заявления о том, что в Лисичанске снимаются пропагандистские ролики, оккупанты приглашают, российские войска, российские оккупанты приглашают свои карманные СМИ, которые показывают, что весь регион уже занят ими. Но на самом-то деле это не соответствует действительности, потому что, по моей имеющейся информации, под Белогоровкой идут еще боевые действия, поэтому не вся Луганская область временно оккупирована. Есть еще очаги сопротивления, есть некоторые села под Лисичанском, которые уже несколько раз переходят от украинской стороны к сторону противнику и обратно. То есть идут бои за область, она не сдана, за нее идут активные бои и будут отстаивать ее дальше. Что касается всей области, то я знаю, что уже после 24 февраля, после полномасштабного вторжения Российской Федерации, из области выехало больше 300 тысяч людей. Это вынужденные переселенцы, которые сейчас не могут проживать дома, не могут проживать в тех условиях, к которым они привыкли. Нам сегодня удалось поговорить с руководительной военно-кажданской администрацией Северодонецкой Александром Стрюком, который рассказал о том, что сейчас боевой формации в Северодонецке, предлагаю послушать. На сегодняшний день оккупационными властями, так скажем, комендантами и другими людьми, которые называют себя разными должностями, делаются попытки организовать как-то жизнь в городе. Попытки возобновления торговли на рынке, попытки возобновления работы управления образованием. Расклеены какие-то объявления, пытаются сделать учет детей, которых собрать на 1 сентября в школу, пытаются воссоздать коммунальные предприятия, запустить их работу. Все это достаточно выглядит сумбурно, поскольку материальная база практически разрушена. Из оставшихся специалистов их не так много. Вместе с тем, проблем у города достаточно много. К сожалению, в ближайшие месяцы жизнь в городе, и жизнь тех людей, которые там остались, была где-то на уровне пещерных. Можно заменить электрику генераторами, восстановить центральное водоснабжение, восстановить центральную канализацию при разрушенных очистных сооружениях. Ну, наверное, все-таки без возврата под контроль Украины. И это однозначно невозможно. А сколько людей примерно остается в городе, вот по вашим сведениям? Ну, оставалось на момент уже таких острых боевых действий, где-то порядка 7-8 тысяч. Но, вот информация, которая приходит, люди частично из окружающих сел возвращаются в свои, у кого остались более-менее целые квартиры, ну, возможно, чуть больше на сегодня. А до оккупации мы слышали цифру, где-то около 14-15 тысяч, то есть людей, некоторых отправили в фильтрационные лагеря. Правильно я понимаю? Ну, часть людей были вывезены из города. Кто довольна, кто принудительно. Некоторые кварталы принудительно освобождались для занятия боевых позиций. Некоторые люди уже окончательно, испугавшись, согласились на эвакуацию эвакуацию на оккупированные территории. Ну, по-разному. И в недавних комментариях я читала, видела о том, что проукраинских людей в оккупированных городах вывозят, на них охотятся. Так ли это вот по отношению к Северодонецку? Или там уже не осталось таких проукраинских людей? Ну, я не могу так сказать. Как бы, все-таки наши горожане любят свой город. И сказать, что там не осталось проукраинских. Настроенных людей, это, наверное, неправда. Но вместе с тем, ну, доходят слухи, информация, там, в каких-то списках передаются бывшим работникам коммунальных предприятий и учреждений. Привет-то лучше не возвращайтесь. Ну, все лучше в традициях ЛНР. Ну, и стоит отметить, что на днях российские оккупанты, а именно чеченцы, разрушили мечеть в Северодонецке. На днях они до этого говорили о том, что они пришли защищать сюда веру. Ну, вот, видимо, вот так они защищают веру, разрушая полностью мечеть в временно областном центре Луганской области, которая на сегодня, центр этот оккупирован. И что касается Лисичанска, то в Лисичанске подобная ситуация, про которую мы разговаривали с Александром Сергеевичем и с Триком, то есть военные российские ходят и обещают о том, что быстро восстановят коммуникации, но это невозможно, потому что они сильно разбиты и восстановить их за месяц-два невозможно. Также мы поговорили со Стриком о том, за сколько можно восстановить город, если мы сейчас декупируем его. Он отметил, что эта процедура не быстрая, процесс этот может стянуться где-то на полгода-год, но при больших темпах что-то возможно будет за год хотя бы те же коммуникации восстановить в городе. На этом у меня супер, даю тебе слово, Алексей. Спасибо, Настя, спасибо за такую детальную информацию от Стрюка тоже. Важно знать его оценки по текущим моментам. Анастасия Волкова из Луганской области была с нами на прямой связи.